МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Сегодня в нашей программе турнир трёх наук, который организует и проводит в нашем детском университете. Друг детского университета уже восьмой год подряд. Это лаборатория, естественно, наука. Я вам представляю Васильева Александра. Ещё раз здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Всё, спасибо большое, да, очень приятно. Ну что ж, турнир трёх наук предстоит сегодня увидеть вам и даже некоторых из вас мы будем приглашать сюда поучаствовать. Но приглашаем мы только воспитанных мальчиков и девочек, которые знают, что нужно поднимать руку, и не нужно вскакивать с места. Договорились? Всё, замечательно. Итак, слово «турнир». Вам знакомо? Что оно означает, друзья? Что это такое? Турнир — это как бы бои против одного, и бой против одного, один против другого человека или больше. Получается, там, но они там без оружия или соревнуются. То есть, турнир — это соревнование. Итак, дорогие друзья, принимается турнир — это соревнование. Откуда пришло к нам это прекрасное слово? А? Из Греции. Нет, не из Греции. Так. Китай. Нет, друзья, ну какой же Китай? Вот, джентльмен, синие рубашечки, давайте. Франция. Франция, это абсолютно верно. Так называли точильный камень, и он был круглый. И при чём тут, скажете, да, соревнование? Дело в том, что первые рицари соревновались, да, по кругу, в скачках. И поэтому вот и назвали соревнование рыцарей турнирами. Теперь поговорим про этих прекрасных воинов. Скажите, что обязательно должно быть у рыцаря? Да. Конь. Конь. И это абсолютно верный ответ, можете даже поаплодировать. Давайте сегодня все правильные ответы будем награждать аплодисментами. Да, заодно и проснёмся. Да, действительно, без коня в средние века, дорогие друзья, вы рыцарем никак не могли называться. Не могли называться. Итак, справился. Да. Итак, идём дальше. Как давно появились рыцарские турниры? А? Так. В средние века. В средние? А как давно? Ну, два века назад. Два века назад, это 1800. Это когда Александр Сергеевич Пушкин у нас, да, жил и писал. Что-то там рыцарями особо-то и не пахло, по-моему, в те времена. А, так. Четыре века назад. Четыре века назад. Так, значит, что у нас было четыре века назад? По-моему... Что у нас там было? 1600. Ну что, по-моему... Нет, 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 не 1600. Восемь и год назад. Восемь. Подбираемся, подбираемся, но ещё пока нет. Десять. Да, да, да. Вы молодцы. Абсолютно верно. Тысячу лет уже. Да, можно поаплодировать себе, поаплодировать, я, кто правильно сказал. Да, действительно, уже тысячу лет насчитывают эти самые турниры. Итак. Ну, просуществовали они недолго. Их сейчас вот кто видел на улице рыцаря? А? Кто-нибудь видел? Нет. Куда-то делись. Запретили? Отменили? Ты бегать надо. Когда? Или ты бегай, или его звонишь сюда. Ты быстро делаешь. 1500 каком-то году. Ну, в общем, пять веков назад. Да и не будем мы, да, поаплодируйте тоже, дорогие друзья. То есть 500 лет у нас были рыцари, были турниры. А могли ли они, короли, участвовать в турнирах? Да или нет? Так, давайте так. Кто считает, что могли, поднимает правую руку. Все, спасибо. Кто считает, что не могли, ну, как это, король в рыцарском турнире, да? Ага, 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 так, есть, так. А кто никогда не поднимает руку, когда его что-нибудь спрашивают? Есть кто такие тоже, хорошо. Ага. Итак, дорогие друзья, на самом деле, многие короли участвовали в рыцарских турнирах. Вы правы, можете поаплодировать, кто так считал. И честно, как не прискорбно мне это вам сообщать, некоторые даже в этих рыцарских турнирах погибали. Поэтому, да, видимо, поэтому как раз вот рыцарские турниры в итоге, в конечном, да, и запретили. Итак, турнир трех наук. О каких же науках мы сегодня с вами поговорим? О какие науке знаете вы вообще? М? Так, ну давайте. Химия. Химия, прекрасно, и она сегодня будет обязательно. Мы с нее начнем. Еще. Биология. Биология, и про нее мы сегодня поговорим. Ну и? Физика. Физика. Браво, друзья, поаплодируйте, пожалуйста. И главное, ничего лишнего. Все три науки действительно мы сегодня обсудим. Итак, как я уже обещал, мы начнем с химии. Что это за наука и что она изучает, знаете ли вы? Она изучает разные вещества. Вещества, так, хорошо. Что еще с этими веществами? Их смешивают, получают новые вещества. Так, принимается, да. Делают таблицы, получается, как таблица Менделеева. Ну, да, можно и так сказать, да. И изучают вещества, их свойства, их взаимодействия друг с другом. Итак, приступим. Ох, друзья, видимо, время пришло. Нам потребуются первые добровольцы. Кто же это может быть, уважаемые модераторы? Давайте пригласим двоих. А? Кто же это может быть двоих? Так, поднимаемся наверх. Будем знакомы. А, это вот тот самый, который... Ладно. Здравствуйте, вас как зовут? Аяз. Аяз и? Алиса. Алиса, очень приятно. Давайте их наградим аплодисментами. Нам не жалко. Ребята, немножечко подбодрим. Итак, вы когда-нибудь химичили, что-нибудь смешивали? Да. Так, вы? Да. Так, а когда-нибудь... Еще вопрос. Рисовали когда-нибудь? Да. Рисовали. Нет, а смешивали краски? Да. Да. Ну, я тут сам, да, спасибо большое. Мы, да, пообщаемся. Итак, сейчас вам предстоит смешать... Ага, ага, две жидкости. Кажется, что может быть проще? Да? Взять и смешать две жидкости. Итак, мы их покрасим, эти жидкости. Так. Одну жидкость сделаем белого цвета. И водички. Сейчас я соображу где-нибудь, где нам раздобыть. Так. У меня есть очаровательная помощница. Давайте ей тоже поаплодируем. Она мне будет периодически сегодня помогать. Просто у меня микрофон, и мне сложно сразу работать двумя руками. Так. Ну что, какого цвета? Белый. Прекрасно. Белый цвет. Очень хороший, насыщенный. Белый. Как молоко. Принимается. Так. Друзья, вы, наверное, когда-нибудь поручали какие-нибудь повреждения кожи. Царапины. Малячи какие-нибудь. Да. Ну, да. Любите, наверное, побегать, попрыгать. А это приводит. Что, сидя на диване, что ли, умудрять? Нет, говорит, в школе. Итак. Пришли вот еще и дети. Итак. Знакомы вы с этим прекрасным веществом? Это? Йод. Конечно. Йод. На чай похоже. Ну, какого цвета? Яблочный. Нет такого цвета яблочный сок? Яблочный. Желтый. Ну, давайте, да. Золотой. Золотой или желтый. Мы, мальчики, очень много. Вот девочки как-то больше в цветах разбираются, больше цветов знают. Я назову его, дайте, желтый. Да? Золотой. Еще вот это все. Желтый и белый. Что будет, если смешать желтый и белый? Светло-желтый. 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 Хорошее предположение. Кроме светлого-желтого есть другие. Бежевый. Да. Бежевый. 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 Светло-желтый, бежевый и оранжевый. Давайте остановимся. Я надеюсь, других вариантов пока нет у нас. Еще какой-то есть. Ну, давайте. Лимонный. О, желтый. Это что, не лимонный, что ли? Вы, я говорю, эти девчонки вечно нафантазируют. Все, 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 все. Я понял. Я понял. Давайте смешивать цвета. Ваш белый, а ваш желтенький. Друзья, каждый загадал именно свой цвет. И теперь барабанная дробь по коленочкам. На счет три одновременно ваши жидкости должны оказаться здесь. На счет три. Вместе. Вместе. Раз. Два. Три. Выливаем. О! Вы что, меня обманули, а? Какой цвет получили? Синий. Синий? Че, че, че. Так, а мы тут про воспитанных мальчиков и девочек, по-моему, в самом начале даже пообщались. Итак. На лимонный-то не тянет. Итак, абсолютно верно. Теперь давайте разберемся, что мы смешали. Еще раз. Ну, с одним веществом разобрались. Это йод. Что было в первом стакане? Молоко. Молоко? Нет. Это вещество, с которым вы знакомы. Что? Сода? Неа. Это вещество, с которым вы знакомы, дорогие друзья. Особенно любители картошечки. Что? Крахмал. Умницы. Очень приятно, что вы все это знаете. Итак, действительно, крахмала много содержится в картошке. И в данном случае наш йод является индикатором. Индикатор где есть? Например, в машине, да? В машине что показывает индикатор? Тепло двигателя. Да, температура двигателя. Что еще показывает? Скорость показывает в машине? Да. Что еще показывает? Расход бензина показывает. Это все индикаторы. Они нам что-то показывают, да? Так вот, йод в данном случае является индикатором. И он, окрашиваясь в синий цвет, показывает, что здесь присутствует крахмал. Теперь скажите, в каких веществах можно еще встретить крахмал? Только эти вещества должны находиться у вас дома. Хлеб. Картошка. Картошку уже назвали. Молодец, умничка. Хлеб мне тут еще назвали. Чипсы. 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 Ох, любители похрустеть. Кукуруза. Кукуруза. Дорогие друзья, каждый из вас дома вместе с родителями может провести эксперимент. Взять на ватную палочку немножечко йода, открыть холодильник и начать тыкать во все подряд. Ну, естественно, в присутствии родителей, да, я повторюсь. Не просто так все замазал оранжевым и потом спрятался где-то, родители пришли. Нет, вы должны обсудить это все с мамами. Итак, если продукт окрасится в какой цвет? Значит, в нем есть. Ну, приятно работать с умными людьми. А-а-а, я право забыл. Аплодисменты моим помощникам. Все, врысь на место. Молодцы, 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 молодцы. Так, это у нас смешивание и окрашивание. Интересно. Но сейчас мне потребуются еще три участника. Химия продолжается. Уважаемые модераторы, помогите мне выбрать. Троих. Давайте. Бежит сюда. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Женя. Женя. У вас великолепно красивое имя. Женя, погромче, пожалуйста. Вот сейчас вам покажут пример. Как зовут? Милана. Милана. Вот, сразу другое дело. И? Ролан. Ролан. Авансом аплодисменты моим помощникам. Так или иначе. Мы не завидуем, что они тут, а мы там. Мы всех поддерживаем аплодисментами. Продолжим, друзья, смешивать. Нам потребуется немножечко воды. И вещество, с которым, опять же, возможно, вы знакомы. Я надеюсь, вам хорошо будет видно происходящее. Горчица. Похож на порох, возможно. Тихо, тихо, тихо. Я показал. Теперь я задаю вопрос. Что это? Порох. Мы сказали уже, что нет. Я с ребятами здесь пообщаюсь с микрофоном. Вы, пожалуйста, в зале, чтобы мы могли диалог вести. Перец. Перец? Ну нет, это химическое вещество. Это химическое вещество. Но есть, есть дома его. Возможно, вы храните в аптечке. Активированный уголь? Активированный уголь. Нет, ну сыпучее вещество. Активированный уголь у нас обычно встречается в таблеточках. Соль. Итак. Что, что, что? Марганцовка. И вы абсолютно правы. Дорогие друзья. О, у меня тут водичка была. Так, сейчас наберем еще немного. Вот мне чуть-чуть сюда налейте. Так. Марганцовка. Дорогие друзья. Раньше марганцовка была в каждом доме. И купить ее в любом количестве не вызывало никаких трудностей и проблем. Но сейчас зачастую ее продают исключительно по рецептам. А случайно не знаете вы, почему так происходит? Почему сейчас марганцовку продают по рецептам и в больших количествах ее купить ни в коем случае нельзя? Есть у нас пара поднятых рук. Мы сейчас ответим на этот вопрос. Ага. Итак. Мне кажется, возможно, есть какие-то противопоказания. Противопоказаний никаких нет. Очень хорошее вещество для обеззараживания. Вот. Хорошее вещество. Но что-то выяснилось не так давно, видимо. Может быть, с помощью марганцовки можно сделать там бомбу какую-нибудь. И вы абсолютно правы. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Марганцовка. Это, оказывается, вещество опасное. Из него можно приготовить взрывоопасное вещество. Так что сейчас марганцовочку так просто раздобыть нельзя. Итак. Марганцовка. Это. Вам. Ну, дальше идем. Я лично тоже, как и вы, в детстве все время разбивал коленки. И... Да. Мама меня периодически лечила всякими йодами и зеленками, которые безумно щиплятся. А это... Ммм. Перекись водорода. На ранку немножечко обработал. Там пенная вечеринка. Шшш. Но самое главное, совсем не больно. Перекись водорода. Что там потеряли? Держите это вам. Ну и... Мама... Периодически добавляет. Иногда в пельмени, иногда в салат. Уксусная кислота. Уксусная кислота. Поэтому, несмотря на то, что дома есть уксус, эта вещь опасная, она прозрачная, похожа на воду и нужно всегда принюхаться, да? Прежде чем что-то в рот себе, так сказать, брать. Это вам. Так. Приступим-с, друг мой. Это ваше, вы помните, да? Ну, давайте мы покрасим нашу большую баночку при помощи раствора марганцовки. Приступайте. Выливайте. Сейчас. Ох. Так. Фиолетовый, да. Так, сейчас у меня вот что-то помешать. Вот, прекрасно. Так. Ну, а теперь вы, девочки, начнем мы, пожалуй, с уксуса. К нам сюда. Итак, добавьте. Не все, пожалуйста. Начнем, наверное, с двух столовых ложек. Ну, так, на глаз. Стоп, 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 стоп. Прекрасно. Что-нибудь произошло? Нет. Нет. Так, уксус какой? Это фиолетовое, это прозрачное. Ничего не произошло. А какого цвета перекись водорода? Тоже прозрачное. Ну, давай ее, что ли, добавим? Может быть, тогда не жалей, не жадничай. Что-то происходит. Что-то начинает происходить. Что-то пузырится. Давай еще немножко. Ну, Кока-Колы похожи, да? Да. О. Одно дело, когда вы взяли что-то и покрасили. И совсем другое, когда из покрашенного вы снова сделали прозрачное. Вот этим и удивительно наука-химия, что используя дома подручные вещества, можно творить настоящее волшебство. Самое главное знать, что и сколько. И делать, конечно, это все в присутствии взрослых. Это понятно? Да. Аплодисменты. Аплодисменты моим помощникам. И вам, мои друзья. Да, спасибо. Все-все-все. Итак. Химия. Великолепная наука. Но смешивая вещества, можно изучить не только химию. Смешивая вещества, можно изучать и физику. Смешивая две жидкости, что вы получите? Коктейль? Нет. Не всегда. Итак. Обратите внимание, пожалуйста, сюда. Масло. Абсолютно верно. Вы опознали правильно. Вещество, которое находится сверху. Ну а снизу мы добавили краситель в? Воду. В обычную воду. Как вы видите, мы смешали два этих вещества, но они почему-то не смешались. Возможно, нам поможет кто-то из присутствующих сейчас. Кто-то из присутствующих. Да, мне помогают. Идите сюда, мой друг. Не-не-не-не-не, уже мне дали, уже мне дали, уже мне дали одного мальчика. Спасибо большое. Вот он идет. Извините, я вас позову чуть попозже. Спасибо вам. Как вас зовут? Эмир. Эмир. Спортом занимаетесь, а? Ну-ка, мышцы свои. Че занимаешься чем? Ну, покажи мышцы, че ты? Нормально же. Спортом тоже надо заниматься. Вообще, это тоже целая наука. Шахматами. Шахматами? У тебя по полкило, что ли, ты переставляешься там. По килограмму. Так. Всем срочно начать заниматься шахматами. Понятно? Шахматами. Раскачайтесь просто до невероятных размеров. Держи, это тебе. Поехали. Че, подожди. Я тебя вызвал для важной миссии. Ты сейчас будешь трясти все это дело. Коктейль, так коктейль. Мешаем. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Заметьте, дорогие друзья, счастье наше длится недолго. Что начинает происходить? Масло более легкое, чем вода. Из-за этого оно всплывает. Масло более легкое. Так, вопрос, на который нужно ответить, не задумываясь, сразу сходу крикнуть. Договорились? Готовы отвечать? Просто там сразу. Что тяжелее, килограмм ватты или килограмм гвоздей? Это все-таки креативно. Все, 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 все. Все, 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 все. Молодцы. Большинство крикнули одинаково, но я слышал парочку, которые крикнули гвозди. И один даже вата тяжелее. Килограмм ватты и килограмм гвоздей весит одинаково один килограмм. Но почему же проказник мозг ваш вас же и обманывает? Когда мне первый раз задали эту загадку, я был в вашем возрасте, и я, конечно, сходу ответил, конечно, гвозди тяжелее, что за вопросы. Не я, мой мозг меня обманул. Почему? Да мы привыкли, что гвозди, они тяжелые, они металлические, а металл, занимая мало места, весит очень много металла. И то ли дело вахта, такая воздушная, да? Один килограмм, это же, ого, как много, да? У них разная... Кто-нибудь знает эту величину? Что у них разная? Масса у них один килограмм и один килограмм. Размер, объем может быть... Разная плотность. Разная плотность. Ну-ка, повторили это слово. Разная плотность. Разная плотность, молодцы. Плотность, что такое? Итак, металл, он такой плотный весь себя, занимая мало места, весит много. У вата совсем не плотная. Она воздушная и, занимая много места, весит очень мало. У них разная плотность. Так вот, что это у нас тут зелена какая-то... Краситель, видимо, все-таки подмешался немножечко к нашему маслу. И желтое масло синеньким подкрасили. Какой цвет получили? Силеный. Ну да, все рисовать умеем и знаем, как смешивать правильно цвета. Итак, действительно... Где уж золотой? У вас что? Салатовый. Салатовый. Зеленый? Ну, зеленый. Итак, у этих жидкостей разная плотность. Итак, что плотнее? Вода! Плотнее вода, потому что масло в масле, во-первых, повышенная жирность. Давайте про жирность. Это плотнее у нас? Вода. Вода, абсолютно верно. Все, что снизу, то плотнее. А если мы забросим туда деревяшечку, где она окажется? На самом верху? На самом верху окажется деревяшечка. Плотность у нее выше или ниже? Низкая плотность. И поэтому она сверху... А знаете, что будет, если забросить туда пластик? Да. Аааа. Дорогие друзья, он утонет в масле, но пластик прекрасно плавает на воде. И этот эксперимент вы можете повторить у себя дома. Достаточно взять воды, масло, пластик, монету и деревяшечку. Все найдете? Деревяшечку какую-нибудь, да хоть спичечку. Монетку металлическую. Где монетка окажется? Внизу, конечно. Ну и, я не знаю, пластиковую крышку от чего угодно возьмите. И немножечко ее притопите. Она окажется на поверхности воды, но утонет в масле. Вот так надо. И нам аплодисмент. Спасибо большое. Итак. Ага. Движемся дальше. У нас тут есть... Кто завтракал сегодня? Успели все позавтракать? Кто с утра ест яйца? Руки поднимите. Яйца. Вкусно и даже, наверное, полезно. Ученые пока не доказали, что они вредные. Сейчас говорят, молоко надо поменьше пить. А вот, да, ученые что-то там опять доказывают, что не всегда полезно. Спорят все время. Ну, яйца вредные? Ну ладно. Этих ученые, они сейчас что-нибудь опять доказывают. Все ели и все нормально. Итак. Нам нужно два добровольца. Где бы их найти? Модераторы, пожалуйста. Да, у нас трое. Так, я... Постойте с нами, так сказать. Я вас чуть-чуть попозже, я пока вот с двумя поиграюсь. Итак, если можно вот здесь нам притереть. Давайте с девочками сначала, да? Джентльмены подожду. Дамам уступаем. Как зовут вас? Фируза. Фируза и... Арина. К зрителям лицом. К тебе аплодисменты. Благодарю. Держите это вам. Держите это вам. Как определить, сырое яйцо или вареное? Да? Надо его покрутить. Покрутить, хорошо. Покрутить. Покажите, как его надо покрутить. Вот так, вот так. Как его покрутить надо? Это-то-то. Зрители любят смотреть все. Так что вдруг кто-то не знает. Поставьте, пожалуйста. И так. Крутим. Какое вареное, сырое? Сырое. Сырое. Абсолютно правильно назвали. Да. Оно у нас сырое. Так. Водички. Вот мы сюда наберем. У вас тоже сырое? А вы откуда знаете? Вы же не покрутили. Не крутится. Да? Все. Сырое. Держите это вам. Нужно быть предельно с этим всем аккуратным. Так. Можно яичко сверху ваше положить? Прекрасно. Спасибо. Так. И подождите, подождите. Ваше сверху. Прекрасно. Вроде красиво стоят, да? Нормально. Нормально. Девочки. Вы у нас спортивные? Да. Гоу. Я занимаюсь синхронным плаванием. Так. А вы? Плаванием. Тоже плаванием. Прекрасно. Спорт. Плавание. Это очень полезный спорт. Девочки. Задача ваша простая. Вы сейчас берете листочек за кончик и со всей силой дергаете на себя. Яйцо летит вам. Пу! Вы уворачиваетесь от него. В общем, проверим, как у вас получится. Да? Так. Мы, значит, дергаем на себя со всей силой. Яйцо летит. Вы уворачиваетесь. Оно падает. Ты ловишь. Понял? Сразу два. У тебя же две руки. Ты здесь стоишь и ловишь. Самое главное что? Чтобы девочки успели увернуться. Да? Ну что, девочки, готовы? Ох, сейчас посмеемся, либо удивимся. Барабанная дробь по коленочкам. На счет три девочки дергаем на себя. Раз, два, три. У-у-у. А где у-у-у? Где акробатические номера? Кто ждал, что они улетят? А, вы не ждали. Ну, кто-то ждал с нетерпением. Вот кто-то даже расстроился. Где? Бум. Где? Ох. Где все это? Нет, наши яйца не улетели. Почему? Почему не улетели? Не знаю. Не. Не. Так, ну, уважаемые модераторы, сейчас надо кого-то вот спросить, что за чудеса мы только что наблюдали. Там на листе остается как бы вмятина такая и... Вмятина сразу нет. Сразу нет с вмятинами. Еще варианты? По-моему, трение. Сила трения? Потерлась, да? И решила никуда не уходить? Нет, просто когда внизу же пустая поверхность, из-за того, что листок быстро вытернули, яйцо просто не успело сдвинуться. Не успело сдвинуться. А что терлось? Ты же сказал трение. Что-то терлось или не терлось? Это закон трениями. Нет. Хорошо. Вот мне интересно было, что по что потерлось. Ну, в принципе, они обтирались, но не трение нам помогло, друзья. Есть сила, которая называется красивым словом, и я это слово хотел бы услышать. Кто-нибудь мне поможет? Озвучьте его. Желток. Сила желтка? Сила желтка! Нет. Закон притяжения. Ну, вообще, да, яйца, в принципе, земля притянула. Итак, мы выдернули и выдернули, и яйцо должно, оно лежало сверху. Если, да, я услышал, я услышал, где, где, кто? А, вот сейчас дадут микрофон. Вон там, вон там, девочка. Инерция, сохранение тела. Давайте просто инерция, подожди, подожди, давай просто инерция. Все вместе, три, четыре. И вы все обладаете этой силой, потому что вы все имеете массу, вы все весите. Когда вы в школе на перемене разогнались за каким-нибудь негодяем, верни мой учебник! Я, честно говоря, вот здесь вот захотел остановиться. Я подумал, что это я творю? Прямо на сцене тут при всех ору и бегаю. Надо бы остановиться. Вот здесь я это решил, а остановился только вот тут. Почему? Меня несло по? По инерции. Итак, я свои 30 килограмм разогнал, и они несутся по инерции. О, 30, что я говорю? Когда я весел 30? Я на вас смотрю и думаю, что я 30 езжу. Нет, 90! Я свои 90 килограмм разогнал и несусь. И остановиться мне сложно. Меня несет по инерции. То же самое у автомобиля. Вы едете, на дорогу бабушка выходит в неположенном месте. Что вы делаете на тормоз? Бабуля! На тормоз нажал. Колеса больше у автомобиля не крутятся. А машина все равно едет к бабушке. Почему? Полторы тонны автомобиля едет на большой скорости. Остановиться можете только в столб резко. А если нажмете на тормоз, вас все равно будет нести по инерции. Но это когда вы разогнались. Но есть еще одна инерция. Инерция покоя. Это когда вы спите, и мама говорит, в школу вставай, в детский университет. Мама, я инертный, дай поспать. Инерция покоя. Если вы в состоянии покоя находитесь, сдвинуть вас очень сложно. Вы находитесь в состоянии инертного покоя. Если мальчики или, я не знаю, может быть, даже иногда девочки двигали шкафы где-нибудь. Двигали, да? Бывало такое. Сложнее всего шкаф сдвинуть в первую секунду. Он находится в состоянии инертного покоя. Сдвинули. И пошел, 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 пошел. Потому что он уже разогнался. Шкаф большой разогнался. И уже его несет по инерции уже на скорости. Понятно? Да. Так. Мы продолжаем с яйцами. Оставляем или новеньких возьмем? Нет, давайте, да, чтобы обидно не было, новеньких еще парочку возьмем. Так, ты у меня здесь остаешься. Девочки, вам спасибо, аплодисменты девчонкам. Мне нужен еще один. Вот у нас двое стоят. Хватит, Александр? Двоих хватит? Да, да, да. Все. Итак, дорогие друзья. Как определить, испортилось яйцо или нет? Опустить его в воду. Попробовать его утопить. Ну, что я туда ушел, да? Такая очаровательная. Стоишь, иди сюда. Как зовут? Фрида. Фрида, очень приятно. Так, Фриди, еще никто сегодня не хлопал, между прочим. Молодец она у нас. Куда убегаешь? Итак, что нужно сделать с яйцом, чтобы определить, испортилось оно или нет? Такое бывает иногда в холодильнике, да, залежалось, а вдруг оно там того уже пованивает. Утопить. Утопить. И топим его, и чего? Если оно всплывет, значит, испорченное. Ну, мы уже видели, да, что яйца наши не испорченные, да? Мы их сегодня только купили, они свеженькие у нас, и они благополучно утонули. Но даже спелое яйцо может всплыть. Спелое. Нет, нет, нет. Не если. Так, какие варианты? Вот это яйцо может всплыть. Дело в том, что вот недавно, вот буквально один эксперимент назад, мы как раз разбирали это самое научное понятие. Так, 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 так. Плотность. Плотность, абсолютно верно. Итак, что должно произойти, чтобы яйцо всплыло в воде, но при этом оно было свежим? У яйца понизить его плотность. У яйца понизить плотность. В смысле сварить? Подождите, я с ними еще 10 минут, сейчас будем варить яйца, что ли? Нет, я отказываюсь. Я отказываюсь. Яйца варите. Так, 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 так. Инерция. Там тоже получается... Подождите, мы яйца сейчас хотим. У нас свежее яйцо, оно утонуло, а я хочу, чтобы оно свежее всплыло. Чтобы оно не утонуло. И мы говорили про плотность, и я спрашиваю, что нужно сделать. Да, подождите секундочку, у меня есть ответ на сцене. Его нужно нагреть. Яйцо нагреть. Ну и что, ну приготовим мы его. Надо искупать в луксусе? Искупать? Долго все, долго все. Ребята, не на то вы набросились, не на яйцо надо набрасываться. Так, что-то с водой надо сделать. Надо... Надо повысить... Так, вы, видимо, давно на море не отдыхали. Отдыхали на море? Нужно добавить соль. Да, вспомнили, вспомнили. Сейчас нам расскажут, вспомнили, да? Из-за того, что слишком много соль в море, например, то тогда тела всплывают. Да, почему они всплывают? Потому что плотность соленой воды гораздо... Ниже. Высокая плотность. Плотность, сильно плотная. Это железо, оно же... Да. Чем выше плотность, тем ты ниже, да, в воде, соответственно... Солить будем? Чего? А? Солить! Итак. Это вам. Это вам. Я добавляю. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Топим. Бультык. Бультык. Так. Угу. Ох, как сразу захотелось, да? Куда-нибудь на теплые берега, куда-нибудь... Так. Ага. Мешаем, господа, мешаем. Так, какие, знаете, моря, каких отдыхали. Черная, прекрасно. Ти-ти-ти-ти-ти, все, дальше ничего не слышу, Галдеж. Ну-ка, руки поднимаем. Карибское. Ты на Карибском отдыхал? С пиратами вместе? Так. Где у нас там, рядышком, что есть? Куда ездили, на какие моря? На Красное. Красное море, ага. Индийское море. Индийское. Азовское. Индийское. Космийское. Видимо, я... Ну, тебе вот пожадничал. Тебе пожадничал. Адриатическое. Так. Каспийское. Итак. Все, 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 хватит его топить. Итак, яйца свежие. С ним ничего не произошло, но они, как мы видим, всплыли абсолютно верно. Мы изменили плотность жидкости. Сделали ее более плотной. Слушайте, соленое море. Такое, да, в рот попадет вот это все, не очень вкусно. Представляете, если бы море было сладким? А? Ныряешь и пьешь. И толстеешь, конечно, да. Так можно и на... Нет, ладно, хорошо, что я соленый, а то бы так напился и бу... Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да? Сладеньким. Скажите, а если мы эту воду, например, не посолили бы, а посластили, яйца бы всплыли или нет? Так, кто считает, что яйца бы всплыли? Всплыли бы. Да. А кто считает, что не всплыли бы? Яйца бы всплыли. Кто был первый, молодец. Да. Мы бы все равно изменили плотность. Мы бы размешали вещество. Вот кучу сахара вы размешали в воде. Да? Вы же сахар держите в руках. Вы когда его забрасываете в воду... Сейчас, сейчас, подождите. В чай вы забросили. У вас что, чай сразу поднялся? Чай сколько было в стакане, столько и осталось. Да? Да? Да. Объем остался тот же вашего чая, но чай стал более... Плотным. Плотным. Абсолютно верно. Итак, с этим вопросом понятно, почему? Ладно, будем надеяться. Аплодисменты моим помощникам. Спасибо большое. Ваших реверансов никто не видел. Надо здесь. Все. И прощаемся. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Так. Идемте дальше. Немножечко расслабимся. Я понимаю, загрузил вас. Итак, небольшой сеанс гипноза. У нас готов все для гипноза. Я готов гипнотизировать. Итак, будем гипнотизировать, чтобы вы хорошо учились. Или каждый день читали. Сейчас я вас буду гипнотизировать. Я всех буду гипнотизировать. Итак, сейчас включу. Задача ваша. Не отрыв... Вот тем, кто с края, я понимаю. Ну вот вы заняли позицию с края. Вот тем, кто по центру, им будет, конечно, получше. Смотрим в центр круга, не отрываясь. Когда я вам скажу, что делать дальше, вы должны это сделать. А сейчас, без разговоров, мы смотрим в центр круга. Смотрим в центр круга. Не отрываясь, не отрываясь, не отрываясь. Смотрим, смотрим. Смотрим мне на голову. Что случилось с головой? Увеличилось, уменьшилось. А те, кто с края, те, кто не видели, что происходит в центре, они такие думали, о, сейчас всех заставят квакать, наверное, да? Или... да. Итак, дорогие друзья, мозг периодически нас обманывает. Мы уже про это сегодня с вами говорили. Подсказывает вам неверные ответы. Иногда такое бывает. Этот мозг проказник. Иногда вас заставляет видеть то, чего на самом деле нет. Что длиннее? Зеленое или красное? Зеленое. Зеленое. Это видно невооруженным глазом, да? Зеленое, она длиннее. Они одинаковые. Одинаковые. А так бы мы сейчас два часа бы выясняли. Нет, красное короче. Нет, зеленое короче. Так, мы выяснили, что они одинаковые. Тогда почему вы смотрите и видите, что красное длиннее? Это вы знаете, что одинаковое. А ваш мозг вам говорит, нет, нет, ну смотри, красное длиннее. И да. Потому что там, ну, как сказать, уж неровно, когда вы ставите друг на друга, скажем, она, гибкость другая получается. Гибкость? Какая она, шпагат? Гибкость. Это что? Вот это что? Давайте. Вы знаете круг, вы знаете квадрат, вы знаете треугольник. Вот это что такое? Это дуга, абсолютно верно. Вы просто руку вот так вот держите, что закрывает. Ничего я не держу, ничего не закрываю. Лови. Ну, лови. Что я тут закрываю? Где красная длиннее? Итак, это дуга. Мою помощницу можно, чтобы я объяснил? Верхняя дуга, она длиннее, чем нижняя. Ого-го-го-го-го-го-го-го. Давай сначала с одной разберемся. Красную пока смотрим. Красную. Верхняя дуга длиннее, чем нижняя. И когда вы верхнюю длинную прикладываете к короткой, верхнюю длинную, прикладываете к короткой, низкой, то кажется, что, конечно, вот это вот длиннее. Потому что верхняя дуга длиннее. Но на самом деле, вы абсолютно правы, они одинаковые. Но вот, мозг проказник и обманщик. Он такой. Так, где мы можем? Я вот здесь могу мешать? Да? Вот здесь могу мешать. Итак, перекись водорода. Мы сегодня про нее говорили. Это мы привыкли, что на раночку, да? И пенная вечеринка, что щиплет. Не щиплет совсем и не этот. Но это слабый раствор перекиси водорода. У нас дома она трехпроцентная. Три из ста. Слабый раствор. А эта перекись водорода тридцатипроцентная. Тридцать из ста. Это в десять раз сильнее, чем есть у вас дома. И теперь мы... Что-то снега нету, да, на улице? Холодно, минус десять, снега нет. Давайте в югу устроим зимнюю, настоящую. Здесь прямо. Может быть, и снег появится. Итак, марганцовка. Так. Господа. Я, увы и ах, не могу пригласить никого из вас на этот эксперимент. Дело в том, что он опасный. Вы должны это понимать. Итак, наша любимая марганцовка. Перекись тридцатипроцентная. Итак. Вьюга. Ну, как там Дед Мороз? Ну-ка, вьюга, закрути. Ну-ка, вьюга, заверти. О-о-о-о! Ну-ка, вьюга. Чудо нам яви. Так. О-о-о! Ничего себе, да? Итак, что вы только что увидели? Кто считает, что это зимняя вьюга была? Пять человек, хорошо. Кто считает, что вы увидели только что джина? Тоже любители сказок присутствуют здесь. Что вы увидели, на что это было похоже? Это пар. Пар, абсолютно верно. Вы увидели горячую воду, вы увидели пар. Что произошло? Перекись водорода и марганцовка смешались. Образовалась вода и большое количество тепла. Так много тепла, что вода тут же вскипела и превратилась в пар. А теперь будет прикольненько, если мы еще туда добавим мыло. Что произойдет? Пар поймаем в мыло. Что будет, не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Ух! Перекись. Да, кстати, вот если такая перекись попадет вам не то, что на кожу, а просто на ранку, а на кожу куда-то капнет, да, то у вас будет самый настоящий химический ожог. Перекись водорода не так безопасна, как кажется, если у нее высокая концентрация. Вообще, есть такое понятие про яд. Все. Все в нашем мире является ядом. Абсолютно все. Вопрос только количества. Да? Можно и шоколадом отравиться, если вы сразу 12 килограмм съедите. Вопрос, сможете ли вы, да? Итак. У нас есть перекись водорода с мылом смешанная. Перекись уже добавили? Да, все уже добавили. Так. Ух! Да. Схватился, честно говоря, очень горячее стало. Может, лучше на столе. Нет, на полу тоже будет грязно. Я все-таки предлагаю клееночку на столе постелить. Так. Ух! Сейчас что-то будет. Сейчас мы что-то увидим. Я надеюсь, я не разочарую вас. Готовы? Барабанная дробь! Выливаем побольше. Не жалейте! Не жалейте! Лейте! Ну, надо было побольше шмякнуть. Растекается теперь. Итак. Наш пар вот этот вот сейчас ловит мыльный раствор. И в результате образуется много-много-много пьет. А мы думали, сейчас как стрельнет, да? Если бы тут стрельнул, все первые ряды были бы в мыле просто. Сидели бы такие, говорят, о, прикольно, детский университет вообще. С утра забыли помыться, а сейчас в мыле вообще классно. Мы за вас переживаем, друзья, поэтому первые ряды сейчас довольные, но не в мыле, да. Ну что ж, дорогие друзья, увы и ах, но сегодня программа «Трех наук» наша подошла к концу. Если вам понравилось, и только если можете поаплодировать, нам будет приятно. Спасибо большое, друзья. Ребята, давайте Александру скажем спасибо. Три-четыре. Спасибо! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова